Дворик Я познакомлю тебя со своими необыкновенными друзьями Подожди, дружок Кажется, наша старая знакомая ворона Опять поссорилась с обезьянкой Матильдой Только бы не начали драться Если честно, то я уже устала от их постоянных ссор и обид Что же на этот раз они не поделили? Ай, 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 Кар! Сейчас как там больно! За что? Ты чего дерешься? Кар, а чего ты мне на лапы наступаешь, а? Думаешь, если на человека похоже, то уже все можно, да? Я нечаянно! За нечаянно бьют отчаянно, Кар! Ну я же попросила у тебя прощения! Чего еще тебе надо? Ха! Прощения попросила и теперь думаешь, что уже все, да? А лапа-то все равно болит, Кар! Да? А сколько раз ты меня своим здоровенным клювищем задевала! Знаешь, как было больно! И вообще, если крылья распустила, думаешь, на орла стало похоже? Как бы не так! Не боюсь я тебя! Попробуй только тронь меня! Все перья из хвоста повыдергиваю! Стоп, стоп, стоп! Тихо! Остановитесь! Ну сколько же вы будете ссориться? Неужели вам еще не надоело? Надоело! Кар! Ну что я могу сделать, если Матильда постоянно меня обижает? Кар! Я же не специально! И потом ты тоже меня обижаешь! Друзья, постарайтесь быть более терпеливыми и прощать друг друга! Кар! Кар! Да сколько ж можно! Два дня назад она бросила банановую кожуру прямо мне на голову! Кар! Все вороны в округе смеялись надо мной и спрашивали, где это я взяла такую очаровательную желтенькую шляпочку! Кар! Ну я же не специально! Я нечаянно уронила кожуру! А вот ты специально вчера подарила мне букет гладиолосов! У меня на них страшная аллергия! Я потом до конца дня ходила с распухшим носом и красными глазами! Кар! Я подарила тебе букет, потому что у тебя был день рождения! Кар! Кар! А про аллергию я ничего не знала! Кар! Так кто ж тебе поверит? Специально подстроила, чтобы все гости смеялись надо мной! А кто тебе поверит, что ты нечаянно наступила мне на лапу сегодня? А она, между прочим, все еще болит! Кар! Кар! Теперь я повыдергиваю! Прекратите немедленно! Кар! Неужели так трудно простить друг друга? Или вам нравится постоянно скандалить и драться? Не нравится! Кар! Но как я могу ее простить, если я это делала уже много раз? И два дня назад, и вчера, и сегодня, я прощала Матильду уже семь раз! Кар! А я тебе прощала даже восемь! Хватит! Больше не могу! Это и так очень много! Должна вас огорчить, мои друзья, этого мало! Как мало, Кар? Почему? Сейчас все объясню! И для начала расскажу историю, которая записана в очень древней и самой мудрой в мире книге. Книге, которая знает ответы на все вопросы в Библии. Дружок, я верю, что ты умеешь прощать, но думаю, что тебе тоже будет интересно услышать эту историю. Ну что, мои друзья, готовы? Тогда я начинаю свой рассказ. У Иисуса Христа было много учеников. Они повсюду ходили за ним и постоянно были вместе. Время от времени между ними возникали ссоры. Как? Как? Ученики Иисуса тоже ссорились? Да, но почему ты так удивляешься? Ты только представь, что ты ни на минуту не расстаешься с другими воронами со свалки. И днем, и ночью одно и то же. Рядом не только подруги. Приходится общаться с теми, кто тебе не очень-то и нравится. Даже если ты самая миролюбивая ворона в мире, скорее всего, что к концу недели поссоришься с кем-то. Ха! Миролюбивая ворона! Да с ней даже день невозможно прожить мирно. Карр, ты тоже не подарок, а я просто темпераментная. Какая? Темпераментная карр. Меня легко обидеть или рассердить. А уж если рассердили, то берегитесь. Всем достанется карр. Ворона, а теперь представь, что один из учеников Иисуса по имени Петр был таким же темпераментным, как ты. Как только ему что-то не нравилось, он начинал сердиться. Другие ученики старались не ввязываться в спор с Петром. Все знали, что рано или поздно спор перерастет в большой скандал с криками и обидой. Однажды, после очередной ссоры, когда Петр сидел, отвернувшись от всех, и раздраженно швырял в озеро камешки, к нему подошел Иисус. Он сел рядом с учеником и спросил. «Скажи мне, Петр, тебе нравится то, что ты сейчас чувствуешь?» «Конечно же, нет», — ответил Петр. «Я очень рассержен. Мне очень больно и хочется плакать от обиды». Тогда Иисус обнял его за плечи и сказал. «Ты постоянно будешь испытывать эту боль, если не научишься прощать». «Но я прощал!» — воскликнул Петр. «Например, Андрея я прощал уже целых семь раз!» «Господь, неужели этого мало? Сколько еще мне прощать?» «Надо же! Прямо как про нас написали!» «Это точно!» «Хар!» «Ой, ну говори же скорее, что ответил Иисус!» Он улыбнулся и сказал. «Не семь раз, а семьдесят раз по семь!» Петр даже подпрыгнул на месте от удивления. «Это же целых четыреста девяносто раз!» «Я даже не представлял себе, что можно прощать кому-то так много!» «Ха! Если я буду столько прощать, то, пожалуй, собьюсь со счета!» Петр тоже так подумал. Поэтому Иисус продолжил. «Я хочу, чтобы вы всегда любили и прощали друг друга!» «М-м-м, да! Знаешь, Ворона, прости меня! Я больше не хочу ссориться!» «Я тоже, Кар! Я прощаю тебя, Матильда! И ты прости меня, пожалуйста, Кар!» «Прощаю!» «Прекрасно! Я рада, что эта история помогла вам понять что-то очень важное!» «Именно! Надо всегда прощать друг друга!» «Ха!» «Правильно!» «Что мне делать?» «Он сломал мою игрушку и списал мне задачку!» «Потом стукнул по макушке и забрал мне жвачку!» «А ведь он был мне почти как брат, я его друга мог, но засмел!» «Но теперь что-то случилось! Я просто не знаю, что мне делать!» «Прости и не вспоминай, как простил тебя Иисус, так и ты всех прощай!» «Дружок, вот и подошло к концу время нашей передачи!» «Если ты захочешь иметь Библию с картинками, то напиши мне, и я с радостью вышлю ее для тебя!» «Мой адрес!» «Эллин, дворик, почтовый индекс, очень простой!» «Один, два, три, четыре, восемь, один!» «Город Москва, абонентский ящик сорок один!» «Город Москва, абонентский ящик сорок один!»